Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. Уралочка вышла, да, вышла на связь. И понятное дело, почему она не загружала видосы, вернее, сафарчики. А потому что отрывались по полной. Там, видимо, началось с субботы, ну или с какого дня. Там у них уже всё перепутано. Тогда, когда им дрова должны были привезти, значит, друзьяшки подогнали уже на дачу на шашлычок. И Уралочка отметила и попросила ещё, ага, сафарчика подтвердить, что навезли в кучу вкусняшек. Якобы совсем не с пустыми руками припёрлись. Значит, с ночёвкой. Начало на даче и дальше продолжение. Ну, здесь уже понятно всё было заранее. Ну, и Уралка стоит с сарафаном, значит, у магазина фермер. За мясом пришли. Мясо купить, чтобы зиговальщиков накормить. Всё лето, слушайте, не приезжали. Ну, там у них контры были между собой. Там они, видимо, поругались. И поругались так серьёзненько. Иначе приезжали бы. А так всё лето их не видно было. Но когда сафару нужна была уже подмога против вишни, тут, пожалуйста, нарисовались. Чтобы гадости писать, чтобы звонить. Сафар играет только ради себя. И ему пофиг, что он подставляет своего, скажем так, друга или брата, как он там его называет. Дальше уже Уралка уселась. Барыня уселась на лавку. И сидит, значит, команды детям раздаёт. Ну, и ржёт, как кобылица. Что ей остаётся делать? Уселась, да, как квочка, блин. И ржёт. Значит, дети берут лопаты, чтобы чистить снег. Смотрю я на девчонок, ребят. Видно, что дождь. Уралка об этом сказала. Пальто её было тоже в мокрых каплях. И получается, снег мокрый, мороза нет. Дети, маленькие девочки ходят по этому мокрому снегу. Сейчас же ноги промокнут. Интересно, куда смотрит мамаша? А мамаша, походу, тоже свою пятую точку усадила. И уже в ожидании, когда же будет, наконец-таки, пожрать. Отожрали задницы и приехали обе посидеть. Даже детей припахали. Дальше Уралка уже показывает, что она в избушке. Да, молодёжь говорит там, кто снег чистит, кто что. Абдугани, говорит, бадминтон-то стал уже играть. Зимой, ребят, прикиньте. А это горе мачеха не может объяснить, что в эту игру не играют зимой. При том, что действительно тает снег, кругом мокро. Ужас, ребят! Ну, правильно, Уралка она и в Африке Уралка. Ей думать-то нечем. Дальше Уралка показывает, что с собой привезли. Там какой-то салат из баклажан. Дальше литровую аж банку с грибочками. Интересно, чьи-то грибочки? Уралкины, аль-Иркины. Я даже как-то посмотрела на эти грибочки. И мне что-то показалось, что банка вздутая. Не знаю, может быть, показалось. Не могу сказать точно. Я даже сделала скрин, увеличила. Может быть, эта крышка так отсвечивает. А, возможно, и вздутая. Ну, и дальше она стоит, рассказывает, распинается, что вот, дрова сейчас должны привезти и ждем. Дрова, печку затопили, что якобы сейчас будет тепло, хорошо. Ну, можно подумать, Уралке когда-то было на даче плохо. Ничего не делала, ходила, бродила, видео снимала, тоску наводила. Дальше ужас показывает, что она настелила добротное покрывало на пол. Говорит, чтобы уже не ходить якобы там. Чего не ходить, почему не ходить? То ли они босиком там собираются ходить, то ли что, все равно же ходит обутая. Говорит, ну а что, покрывало постирал и все. Уралочка, ты хоть одежду свою периодически стирай. А то, видите ли, еще и покрывало ляпнуло. Ну, неряха она и в Африке неряха. Покрывало она типа расстелила, чтобы не пачкался ковер. Я так поняла. Слушайте, может быть, на даче там у них кто-то тусуется? Ну, для чего, слушайте, расстелать? Это покрывало сверху? Если они приехали и уехали, потусовались там, ну, что у них, галоши нет, чтобы переобуться, когда зайдут в дом есть шашлык. Чистое добротное покрывало пляснуло на пол. Другого, видимо, нет, чтобы застелить. Ну, Сафарчик, как всегда, затопляет. Именно, да, затопляет печку. На улице, говорит, хорошо, но барыня приказала своему рабу растопить печь, дабы ей не было холодно. Ну, она же сидит в основном как сундук. Она же не двигается. Двигаться-то не может, потому что она жрала такую массу, что ее таскать туда-сюда на этих двух ногах просто невозможно. Вот поэтому и мерзнет. А дальше, слушайте, устроила Стёб над курткой, в которой был Сафар. А эта куртка как раз-таки куртка покойного мужа. И хорошо Уралке написали в комментарии. Смеяли куртку бывшего мужа Ольги, а значит и мужа. Оля прямо от смеха изошла. Тьфу, гадость какая! Действительно, ребят, какая гадость! Жила, не работала, сидела на шее у своего покойного мужа, все ее устраивала, рюмку за рюмкой закидывала на природе, потому что возил барыню туда-сюда. А сейчас все, ребят, у нее уже новый муж Альфонс, которого она содержит. Можно, конечно же, и поржать. Ужас какой! Позорница и дно! И рот у нее не закрывался, слушайте, а ржала как полоумная. Я думала, когда она остановится? Что здесь такого смешного? Куртка не по размеру. Свою-то, видать, не может купить себе личную куртку. Позарился на чужое и ржут бесконечно. Уралка, тебе не стыдно? Да, в принципе, что я говорю? У Уралки вообще давным-давно прожран и стыд, и совесть. Там не осталось ни капельки вообще достоинства у этой бабы. Растеряла его. Да не то чтобы растеряла, утопила в жире. Дальше Уралка завела тему, что так приятно, что дымом пахнет, якобы печкой, дровами. Но она, конечно же, не смогла объяснить, чем же так вкусно пахнет. У нее только дым. Ну и говорит, вот, ехали. Опять она зацепила. Абдугани говорит, что ели сосны, и все это они проходят по окружающему миру. Ну и типа Уралка говорит, кислород, значит, свежий воздух. Зачем его было цеплять с этим, слушайте, окружающим миром? Что она нам рассказала? Что Абдугани увидел елки и сосны? И Уралочка прям там включила умную, что объясняла, что к чему? Ну и дальше опять она к печке привязалась, что так вкусно опять же ей пахнет. Ну а дальше уже привезли дрова. И этот трындычиха снимает, трындычит, рот не закрывается. Говорит, Абдугани не пошел на репетиторство, чтобы якобы дрова складывать и носить. Абдугани даже поворачиваться в камеру не хочет, потому что его уже достала Уралка со своей камерой. Его уже достало, что в школе над ним смеются. Можно подумать, дети не смотрят. Да смотрят, он сам об этом говорил и просил вырезать или не снимать, не показывать. Но этой парочке, мерзкой, гадкой парочке, деньги не пахнут. Снимать они будут все подряд. Точно так же, как и их друзьяшкам, которые прикрываются детьми, и потом говорят, семейная архива для себя снимаем. Ага, так снимаем для себя, что деньги получаем. И дальше Уралка говорит, что надо физическую форму подымать, Абдугани, то есть дрова таскать, потому что его первого выбрали на соревнование. Он что-то пытается сказать, что нет, не первого. Но Уралка все равно стоит на своем. Ей же хочется, чтобы он был и спортсменом, и отличником. Он ей говорит про четверку, а она про соревнование. Но, правда, услышала мачеха и похвалила, что получил четверку. Вы знаете, в прошлом году он тоже больно много оценок получал, отметок хороших. Но потом, как оказалось, что почему-то Вундеркинд съехал до двоек, и его не перевели в другой класс. И вот меня постоянно напрягает, когда Уралочка выхваливает, говорит про четверки, что двоек якобы нет, что старается, что умный капец, потом переобуваются в воздухе оба, ржут с него, да, что он там рисует лишь бы что. Вот как бы не получилось, что пацана еще на один год оставят. Что тогда будет нам петь наша уральская барыня Трепуха? Дальше легкотрудница у нас Иванова, вернее, легкотрудница Кочура, снимает и сидит своей пятой точке. На лавке упала, да, на лавку пятой точкой. И ведет трансляцию, да. Транслирует, снимает и показывает, как таскают все дрова, кроме нее. Ну, что удивительного? Можно подумать, что наша легкотрудница Кочура будет таскать дрова? Конечно же нет. Конечно же нет. У нее на это вон сколько рыботяг. Даже дети, да. Вы знаете, я думала, что Ирка тоже свою пятую точку усадила рядом с Уралкой. Но нет, она тоже дрова носила. Отрабатывала халявный шашлык. Ну, там, собственно, не только халявный шашлык, но и много чего, да, чем Уралка постоянно кормит все семейство зиговальщиков, причем каждые выходные. Поэтому и потрудиться нужно. Тырку, получается, нарядили в какую-то Уралкину кофту, что ли. Слушайте, ну и по размеру как раз-таки подошла. Ирка уже догнала Уралочку. Ну вот, теперь настоящие подружайки. И по весу одинаковые, и по размеру одинаковые. Ой, говорит Уралочка, молодежь-то расчистила всю поляну. Какая красота! И травка зеленая радует. Уралочка забыла облачка показать и представить, что это сладкая вата. Дети продолжают бегать по мокрому снегу. Мамашки до лампочки. Уралка приговаривает. Все при работе, все при делах. Все таскают дрова. Одна легкотрудница у нас, видать, ее и оттуда выгнали, чтобы не мешало там проходить. Слишком много места занимает Уралочка и мешает проходить всем с дровами. Кстати, вы заметили, что Абдугани настолько лениво ходил с этими дровами и носил только по два полена. Неужели такой большой мальчик не может взять хорошую такую охапку дров, чтобы было быстрее? Ну и бригада Ух наконец-таки справилась. Уралка показала, что остались только мелкие-мелкие щепки на месте, где были дрова. Не очень-то особо хотел сниматься Исраил. Понятное дело, почему. Он в последнее время прячет свою морду от камеры подальше. Хотя я не думаю, что ему там стыдно или еще что-то. Он просто в очередной раз боится, что не сможет себя контролировать. И выругается. Да и понимает, что я обязательно обращу внимание на него. Ну и дальше Уралочка проверила, да, как проверяющая. Посмотрела, что там с дровами, все ли заполнено, хватит ли дров. Что там говорит у нас Сафарбек? Ну и Сафарбек показал, что все заполнено, дров полным-полно. И Уралка говорит, что как раз-таки нам на следующий год хватит. Они, говорит, за зиму подсохнут и все нормально. То есть, получается, у них уходит столько дров за весну. Что-то я не помню, ребят. Чтобы они так часто топили печку в этом году весной, что у них уходит столько дров. А может, действительно, там кто-то проживает, ребят. Но это тоже же не исключено. Печка есть. Да, можно растоплять ее. При том, что там постельные принадлежности на диване лежали, мы с вами видели. Поэтому я не исключаю, что там кто-то бывает. В общем, ребят, я понимаю, что я опять затягиваю обзор. Хотя видеоролик у них достаточно маленький. Но что-то как-то надо мне менять. Надо очень кратко обозревать. Потому что, ну вот, не люблю я эти две части. Ну, просто не нравится мне. Хотя это очередной повод пообщаться с вами. Мои хорошие, пишите. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать, временно заканчивать, и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok